Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 17 марта, и я выхожу с экстренным выпуском. Дело в том, что только что стало известно о выдаче международного ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой. Это детский омбудсмен Российской Федерации, правда, это Мария Львова Белова мало кому интересно. Здесь главный, конечно, Владимир Путин и ордер на его арест. Путин, получив этот ордер, стал третьим за всю историю главой государства, против которого соответствующий ордер был выдан. Первым был Омар Башир, это президент Судана, и Муаммад Каддафи, всем известный и всеми, скажем так, любимый в кавычках. Вообще-то, по условиям международного этого суда, обычно глав государств не арестовывают. Это происходит только в том случае, если есть доказательства непосредственного их участия в тех или иных преступлениях. То есть, сам факт того, что глава государства возглавлял какое-то государство, которое совершало военное преступление, недостаточно для выдачи ордера на его арест. Нужно, чтобы он, условно говоря, кого-то убил или изнасиловал, или отдал приказ на уничтожение деревни, и чтобы у международного суда были соответствующие доказательства. Видимо, эти доказательства появились, и можно даже предположить, какие именно доказательства. Вот совсем недавно это Мария Львова-Белова докладывала Владимиру Путина о положении с правами детей на оккупированных территориях, и в числе прочего сказала, что сама лично усыновила ребенка 15 лет, вывезенного, украденного, по сути дела, из Мариуполя. Смогла она таким образом, благодаря, собственно, российской армии, похить этого ребенка, вывезти его оттуда и усыновить. Владимир Путин... А, и она сказала, что это все благодаря вам, Владимир Владимирович. Путин не стал протестовать, сказал, конечно, то есть кричать, говорить, что душу спятила, я к этому не имею никакого отношения, это твои личные проделки. Он не стал, то есть он был абсолютно не против определения своей роли как главного организатора вот этого похищения ребенка и вывоза его в Россию, и усыновления насильственного на территории России. При этом российские государственные СМИ и сам Владимир Путин много раз говорили, что массовое воровство детей с оккупированных территорий, это не просто нормально, это хорошо, полезно и нужно, они призывали это делать. И таким образом, и те люди, которые это заявляли в российских государственных СМИ, и сам Владимир Путин, в общем-то, и наговорили себе на статью, по которой выписали ордер на арест Владимира Путина. За другие преступления, конечно, Владимир Путин виноват не только в насильственном вывозе и усыновлении, похищении и вывозе детей, но и в куче других преступлений, то есть там убийства массовые, изнасилования массовые, что такое еще, много чего еще. Но по тем другим преступлениям Международный уголовный суд, привлечь его пока, по крайней мере, сейчас не может. А вот по этому преступлению очень даже может, то есть, соответственно, Путин дал повод на выдачу соответствующего ордера на свой арест. Кстати, по вот таким большим военным преступлениям, всем прочим военным преступлениям можно будет привлечь Путина, если будет создан специальный отдельный трибунал по нынешней войне. Как в свое время, помните, был создан отдельный трибунал по бывшей Югославии. Вот в этом случае тогда можно будет Путина привлечь и по другим статьям тоже. Но тут я, смотрите, не буду рассматривать все тонкости юридически, я хочу о другом немножко сказать. Владимир Путин по образованию формально, по крайней мере, юрист. На самом деле он там просто сидел от КГБ в университете, ему просто так диплом дали, но он часто любит говорить, что он юрист. И, правда, люди, знающие его, говорят, что он не юрист, скорее, а легист. То есть с его точки зрения все всегда должно быть именно по закону. Причем даже если это формальный закон, то есть это формально должно быть по закону, а как там на самом деле может быть издевательство полнейшее, ему плевать. Главное, чтобы была соблюдена буква закона. Поэтому для Владимира Путина всякие судебные решения, выписанные официальными инстанциями, очень важны и уважаемы. То есть он к этому относится очень серьезно, просто по складу своего характера. Однако тут многие сейчас упирают в Российской Федерации на то, что Россия не подписала римский статут, которым регулируется деятельность Международного уголовного суда. Поэтому арестовывать и сажать Владимира Путина Международный уголовный суд не может. Однако, на самом деле, это не совсем так. Может гражданин любой страны, правда, если это не глава государства, который не совершил какое-то преступление. А Путин, как мы знаем, совершил. То есть есть у Международного уголовного суда прямые доказательства его вины. Ну и поэтому Путин как раз попал в эту малюсенькую прослойку глав государств, которых можно приводить к ответственности по соответствующим обвинениям. Это то, что касается Путина юриста. Кстати, спрятаться за тем, что Россия не подписала, не получится. Пофиг подписал или нет, если Путин попадется в любую из стран подписантов, признающих Международный уголовный суд, включая Сербию и Таджикистан, между прочим, куда он иногда ездит, то его там должны арестовать. Для Путина бюрократа официальная бумага с подписью и печатью о том, что его нужно арестовывать, это, конечно, супер неприятные новости. Я даже не знаю, как он будет с ней сживаться, потому что он на самом деле вот такое порождение бюрократической системы. То есть он вот, вот эта отрыжка бюрократии. Он ни в коем случае не политик, не народный трибун, он вот именно, что бюрократ. И вот для бюрократа, представьте, во все услышание объявляется, что всеми признанный Международный суд выписал ордер на его арест. Я не знаю, как он будет с этой бумагой сживаться теперь. Я думаю, что вот этот ордер очень сильно подорвет его чувство личной безопасности, а ради поддержания и усиления своей личной, персональной, физической безопасности, Путин делает почти все из того, что он вообще делает. Ну, например, последние новости о том, что половину озера Валдая с островами и огромным куском побережья полностью огородили от всех россиян. Почему? Потому что на Валдае у Путина резиденция, и он очень боится, чтобы кто-нибудь из любящих россиян, его подданных не пролез бы на его резиденцию и что-нибудь им нехорошее там не устроил. Но сейчас получается ситуация следующая, то что извне нашлась какая-то сила, готовая привлечь Путина к ответственности. То есть европейское правосудие сейчас засунуло свою длинную, стальную, не знающую жалости и усталости, что важно, неподкупную руку в такое, знаете, мясистое, рыхлое, полусгнившее, начавшее разлагаться, жирное тело российской политико-экономической элиты. И начала там внутри вот эта рука шуровать, хватая всякие склизкие существа, которые там попадаются. Все, что попадается. Но правда ей не нужно все подряд. Ее задача этой руки добраться сейчас до самого глубокого центра этого, этой огромного сгустка вот этой гниющей, коррумпированной протоплазмы за десятью дверьми, где вот там в центре, да, в темноте, в влажном кровавом таком зловонье плещется в полном одиночестве белесый маленький червь по имени Владимир Путин. И вот холодные стальные пальцы европейского правосудия, западного правосудия должны подцепить вот это извоевающееся, пытающаяся вырваться тельца белеса, вот это и вырвать его из глубины этой мерзкой кучи на яркий свет Гаагия, где всем, всем, всем станет ясно, насколько жалкое и отвратительное существо управляет сейчас Российской Федерацией. Путин, конечно, этой железной, стальной, холодной руки очень боится, поэтому и строит себе один за другим бункера, гораживает Валдай, создает какие-то немыслимые бронепоезда, бронесамолеты, огромные столы, всех его гостей держат под карантином, запускают им какие-то анальные зонды, бог знает, что еще, какие-то подземные города они строят. Путин реально суперсильно боится разделить судьбу Муаммара Каддафи, который, кстати, прожил всего лишь 4 месяца после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест ливийского дорогого брата-лидера, как он официально назывался. Сейчас путинские миньоны все в один голос бросились утверждать, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Например, пресс-алкаше МИДа России Марии Захаровой объявила, что Россия не является участником римского статута и обязательств, поэтому не несет никаких. С данным органом Россия не сотрудничает. Возможные рецепты на арест, исходящие от Международного уголовного суда, будут для нас юридически ничтожными, сказал Мария Захарова. Дмитрий Песков, это пресс-секретарь самого Путина, сказал, что саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Медведев, этот алкаш бедный несчастный, написал про ордер «Тут нет нужды, где пригодится эта бумажка» и приколол эмоджи с туалетной бумагой. Ну, в общем, у кого что болит, тот о том и говорит. Пропагандисты просто взвыли. Симонян Маргарита написала «Я хотела бы посмотреть на страну, которая по решению Гаги арестует Путина минут через 8 или сколько там составит подлетное время до ее столицы». То есть, получается, Маргарита Симонян готова нанести удар лично по Владимиру Путину. Потому что если его арестуют в какой-то столице, и Симонян нанесет удар ядерный по этой столице, то, скорее всего, и по Путину тоже. Но это, конечно, она просто затупила, не поняла сама, что написала. Но в реальности, понимаете, если Путин арестует, я уверен, что в Москве, да и не только в Москве, по всему миру начнется адский, просто нереальный дикий карнавал, и сопровождающийся в Москве массовыми арестами сообщников Владимира Путина, включая саму Маргариту. Поэтому никому не надо в мире бояться арестовывать и самого Владимира Путина, и, естественно, Маргариту Симонина. Хотя, конечно, об аресте пока говорить рано. О таком аресте я думаю, что всем нам придется еще подождать, пока Путина где-нибудь поймают. Кроме того, я думаю, что будут все-таки, скорее всего, Путина арестовывать не прокурора Международного уголовного суда, а какие-нибудь другие люди, возможно, какие-то восставшие матросы, солдаты, бог его знает кто, может быть, какие-то его собственные друзья, не знаю. Но, как бы то ни было, я вот что хочу сказать. Решение вот этого суда, это еще шаг очень важный в символическом смысле. Я вот сказал про то, как похолодело у Путина все внутри, и у Путина бюрократа, у Путина чиновника, да. Но все же определяющая, как мне кажется, идентичность Владимира Путина, это не столько чиновник-бюрократ, а уголовник. Уголовник, член преступной группировки, потому что именно в качестве уголовного, как бы одного из уголовников, одного из участников Тамбовской преступной группировки, он поднялся, скажем так, из грязи в князю во время, в лихие 90-е в городе Санкт-Петербурге. И я поэтому почти не сомневаюсь, что человек с уголовным прошлым, да и настоящим, давайте честно скажем, обязательно должен очень расстроиться, когда узнают, что власти выписали ордер на его арест, и что про его преступления, в общем-то, властям уже всем известно. Они собрали доказательства, они уверены в том, что он виноват, и что теперь ищут не просто какого-то абстрактного человека, который совершил какое-то преступление, ищут конкретного, вот именно этого Владимира Владимировича Путина, обвиненного в совершенно конкретном преступлении. То есть теперь Путин не просто так себе живет, как припевающий, ну где-то лучше, где-то хуже, он теперь официально скрывается от правосудия, от правосудия международного, над которым у него нет никакой власти, с которым он не может договориться под купитель, что-нибудь еще и сделать. Он беглец, да, он беглый преступник, ему надо спасаться, ему теперь нужно быть осторожным, ему нужно озираться, ему нужно никому не верить, всех опасаться, ну и так далее, и так далее. Потому что, да, действительно есть ордер на его арест, и его арестуют рано или поздно. Я думаю, это, конечно, такое давящее на душу любого уголовника ощущение, которое приятным вряд ли можно назвать. Ну и еще одна проблема для него, я думаю, знаете, в чем? Он до последнего, конечно, пытался и надеялся договориться, как-то надавить на кого-то, перехитрить, подкупить, где-то прошмыгнуть, соскочить, спастись, не попасться и так далее. Но Запад, сегодняшним вот этим решением, коллективный Запад, как любят говорить в России, дал понять, все, никакие фокусы со стороны Владимира Владимировича больше не пройдут. Теперь Путин уголовник, теперь он в розыске, теперь он Милошевич, он Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, это еще повезет, если Милошевич, потому что, если вполне возможна судьба Каддафи. То есть, с Путиным больше никто договаривается, ни о чем не будет, его разыскивают, он преступник, в глазах Запада он просто уголовный преступник. Его вычеркнули из книги жизни западной цивилизации. Он чумной, он прокаженный, он живой труп, никто теперь в мире, я думаю, кроме Лукашенко, может быть, ему и руки не подаст. Ну, вот Си Цзиньпинь приезжает, я, кстати, не знаю, как Си Цзиньпинь будет с ним, подаст ли ему руку, но, наверное, да, чтобы, так сказать, поощрить. Потому что, смотрите, Путин сейчас для всего цивилизованного мира стал вот крысой, правда, которую не будут загонять в угол, и там, чтобы в угол раздавить, да, его, наоборот, будут выковыривать из угла, извлекать его оттуда, на свет божий, вытаскивать. Си Цзиньпинь не случайно вспомнил, потому что, совершенно случайно, опять же, так совпало, что сегодня было объявлено о дате визита Си Цзиньпиня в Москву. Он приедет 20-22 марта. То есть, он будет три дня находиться в Москве. О чем они будут говорить Владимиром Путиным, мне кажется, стало ясно окончательно вот именно сегодня. Я думаю, Си Цзиньпинь, как такой старший, мудрый товарищ, как сюзерен своего вассала, скажет Владимиру Путину, Слушай, давай заканчивай эту историю в Украине. Выводи уже оттуда войска, потому что все, терпеть это больше невозможно. Ты видишь, до чего ты сам доплясался, дурень. Если не выведешь, то впереди тебя ждет украинское наступление, жестокое поражение, арест, скорее всего, и суд в Гаге, если повезет. Если не повезет, то будешь как в Каддафе, да, закончишь. Пока, сейчас, вот 20-22 марта, ты еще можешь себя спасти, ты можешь всего этого избежать, ты можешь даже сохранить за собой власть в Российской Федерации, если ты согласишься вывести войска из Украины. Если ты откажешься вывести войска из Украины, ты, в общем, уже понял, что тебя ждет, и никто тебя не защитит. Ты будешь, тебе предстоят реально адские страдания и неприятности самые разные и весьма болезненные. Поэтому думай, думай, вот тебе, типа, два-три дня на размышления, потому что дальше будет плохо. Спасти тебя не сможет даже сам Си Цзиньпень. Других вариантов нет, и я, кстати, думаю, что Си Цзиньпень еще скажет, что Путин даже не думал о каких-то ядерных вариантах, потому что в этом случае его, конечно, постигнет страшная кара в исполнении уже самих китайцев. В общем, я думаю, сейчас Си Цзиньпень приедет в Москву для того, чтобы предложить Владимиру Путину какой-то вариант почетной капитуляции. Если Владимир Путин откажется, то рука западного правосудия, засунутая в эту огромную, гнилую, зловонную кучу российской политической элиты все-таки доберется туда в самый центр, потому что элита российская не жесткая, она не будет чинить какой-то отпор, она позволит сделать за какие-то плюшки или за какое-то снятие санкций или что-то еще, она позволит Западу добраться до Владимира Путина. И когда Владимира Путина поймают, то вот эта рука западного правосудия докопается до него, поймает его и вытащит эту крысу, визжащую на белый свет и уж дальше я потом даже не знаю, что с ней сделать. Как говорит, любит говорить сам Владимир Путин, сейчас вот это все представляется уже неизбежным, вот неизбежно он очень любит слово. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Меня зовут Иван Яковина, да пребудет с вами сила и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok